Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! С вами я, Александр Демидович, в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Вячеславович! Что у нас? У нас за вчерашние сутки поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. На улице Кагамулыка, 58, частный сектор, горел чердак. Пострадали личные вещи, те люди, которые там проживают. Второе чрезвычайное происшествие, к сожалению, со смертным случаем. На улице Кагамулы, 11, поступила информация от скорой помощи, что смертельная на живой раненый пух. Но я думаю, что больше информации скажет полиция, потому что у нас информация больше отходить человек. По коммунальным службам, как и обещалось, теплосетью. Вчера в микрорайоне Алмазное уже запустили котельную. То есть там уже они с горячей водой. Ну, сейчас поступают сообщения, что на улице Героев Сталинграда еще есть проблемы с давлением воды. Но я думаю, что за сегодня оно нормализует. Это технические вопросы, которые вы решили? Ну, да, в течение нескольких часов. Еще одна котельная по сравнению со вчерашним днем у нас стала, это Кветуча-6. Срок стоит тоже до 25-го числа. Итого у нас стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 котельных на данный момент. Включаете по пункту. Ну, граничный срок 25-е часов. Если 20-го включится, будем держать в курсе. На нишу завтра, по смыслу, уже конкретно пройдемся. По погоде на сегодня нам обещают 18-20 градусов, днем без осадков, ветер тоже не сильный, в принципе, погода нам сопутствует. Двухмесячник чистоты у нас уже закончился, но все равно работаем в штатном режиме, практически не расслабляясь. Несмотря на то, что двухмесячник закончился, работы продолжаются. Да, работы продолжаются, тем более, что сейчас работ много, особенно основные задачи. Вчера подготовил письмо, много заявок в наше дело приходит по люкам ливневой канализации, которые открыты. На данный момент, к сожалению, на большинстве из этих объектов невозможно их закрыть, потому что там или уже разрушены кольца, на которые ставятся фрешки люков. То есть надо выполнять ремонтную работу. Не просто люк положить уже? Да, да. Это включает уже самую заявку, которую смотрел в фейсбуке, что многие пишут на маршал Березу, в районе остановки Новозаводская. Мы уже подготовили письмо, уже сделали подборку. У нас много люков открыты, и на улице Половка, в сторону Супроводки, 4 люка. Да, в общем, везде посчитали. Включил также люки ревневой канализации по улице Яковчанской. Есть у нас то, что по той информации, которая поступала мне в отдел, на перекрестке Нельса-Половка. И также будет сегодня объезд, будем смотреть, если что-то новое заметим, тоже будем писать письма, будем выполнять работу. Потому что работ действительно много и, к сожалению, затраты. Все, всем удачного дня, всем пока-пока. Не забываем, я смотрел прогноз, завтра, говорят, не выше 13. Все, удачи. Продолжение следует...